Дорогие друзья, братья и сестры, в наших мини-лекциях говорим о разных необычных, загадочных, удивительных местах из книги псалмов. Книги нам очень знакомые, очень привычные, известные, вроде бы понятные, вроде бы банальные, но на самом деле далеко не так. Книга эта нам и непонятная, и совсем не банальная, и полна шокирующих, интересных, удивительных деталей. Сегодня об этой детали, одной из деталей, поговорим о Псаломе 57, и в стихе 9, переводимся на дальнем, мы встречаемся с удивительным созданием библейского божьего мира под названием «распускающаяся улитка». И вот написано в переводе синодальном «да исчезнут, как распускающаяся улитка». Смысл этого выражения не совсем понятен. Понятно, что нечто угрожающее там вот имеется в виду, но что такое распускающаяся улитка, почему она должна исчезнуть, мы не понимаем из перевода синодального. Обращаемся, в таких случаях мы, как правило, ну кто знает язык еврейский к оригинальному тексту, кто его не знает, не беда к переводам других переводчиков, и вот давайте, что там мы находим, как выяснится, найдем массу всего необычного и загадочного. Например, вот переводчик РБО Михаил Селезнев в переводе так. «Пусть как выкидыш, они сгинут, как мертворожденный не увидят солнца». Тут возникает слово «выкидыш». Вот такой довольно грозный, неприятный, такой шокирующий образ, шокирующее пожелание. И вообще-то говоря, Псалом 57 является очень необычным Псаломом. В этом Псаломе автор этого текста семь раз призывает Божьи кары на тех, кто кажется им нехорошим судьей, нехорошим владыкой, кто заслуживает наказания. Так вот, он семь раз привлекает Бога с требованием, чтобы он сделал с ними что-то нехорошее. Да, чтобы он выбил их зубы, как змеям, чтобы он сломал их челюсти, как вот львам, чтобы как они, как вода, она вот высохла, чтобы они были как терн, который вот ветер по пустыне уносит. И чтобы они лук свой взяли в руку, он тянули в стрелу, на охоте, либо на войне, и стрела бы переломалась. Но самое необычное для текста Псаломов пожелание встречаем именно здесь, в девятом стихе. Пусть как выкидыш они сгинут, как мертворожденный не увидят солнца. Вот, ну, смысл такой, да, пусть они, пускай было бы так, чтобы они не родились, вот, пускай они не увидели бы света, вот, зачем их родила их мама, так можно по-русски перевести, это вопрошание, это обращенное к Богу молитву, молитву гнева, молитву непрощения, вот. Значит, ну, конечно же, шокирующее пожелание, но всегда есть то, что могло быть еще хуже, и чего нет в этом Псаломе. И мы рады, что этого нет. Если бы это было, то действительно Псалом 57-й был бы неприемлем для нашего благочестия, мы бы не могли бы его использовать, что имеется ввиду. Ну, вот, например, мог бы разгневанный автор текста пожелать, чтобы у вас были выкидыши, чтобы ваши жены, чтобы ваши дочери рожали мертвых детей. Ну, это ужасное пожелание, и этого, к счастью, мы не находим в этом стихе, в этом Псаломе. А что мы находим? А вот находим загадку, да, значит, перевод синодальный, распускающаяся улитка, перевод РБО, пусть, как выкидыш, они сгинут. Обращаемся к переводу еврейскому Давида Исифона, перевод конституциональный такой, и он довольно такой буквалистский, и этим он нам интересен. Как улитка истает, будет, они, пускай они будут, как улитка таять. Вот. Тоже улитка, но непонятно, что она тает, что ли, улитка? Какой смысл этого сравнения? Наконец, перевод славянский, перевод, использующийся за богослужением. Вот. Тут нет ни улитки, тут нет ни выкидыша, там есть слово воск. Яко воск, растаев, а тымутся, паде огонь на них, и не видеша солнца. В этом стихе, в этой строчке нет ни одного шокирующего образа, нет ни мертворожденного, нет ни выкидыша и так далее. Давайте разбираться, какая была история вот всего этого текста. Ну вот, в оригинальном еврейском тексте используется слово шаблюль, шаблюль. Это вроде бы улитка. Вот. В современном еврите шаблюль – это улитка. Никаких нет сомнений. Но слово для Библии редкое. Встречается лишь единожды во всем Танахе, во всей еврейской Библии, именно в этом стихе. Поэтому возникает предположение, а может быть, и не улитка, там имеется в виду. Может быть, какое-то другое соседнее значение, которое мы, за отсутствием других мест использования этого слова, мы с ними не знакомы с этими местами. Либо другое предположение – это есть испорченное место. Какой-то переписчик заменил или пропустил какие-то буквы, или дописал что-то, как казалось ему пропущенное, и возникла улитка. Но вот эту улитку сохраняет переводчик, как я уже сказал, во-первых, синодального текста перевода – распускающаяся улитка. Вот он улитку сохранил, а вот глагол перевел как распускающаяся. Переводчик Давид Есифон переводит как тающая улитка. Пускай они, как тающая улитка, исчезнут. Ну, давайте пока будем с улиткой работать. Что тут может иметься в виду? Ну, вот тут есть два подхода к этому образу распускающейся или тающей улитки. Они такие. Первый подход такой. Значит, улитка, лишенная какого-то своего панциря, своей раковины, она оказывается как преждевременно родившийся ребенок. Она не может жить. Она высыхает на солнце, она тает, она исчезает. Тогда действительно улитка как будто бы намекает на эмбриона, на мертворожденного зародыша, ребеночка. Но все-таки улитка тут используется, и авторы этих переводов, синодального еврейского Давида Есифона, они сохраняют слово улитка, как будто бы говоря, вот выньте улитку из камеры, из ее раковины, и она погибнет. Другой пример, я сам выдумал его, я никогда не нашел такого толкования, но почему бы нет? Вот, ведь когда улитка погозет, она после себя оставляет такую некоторую слизь. И возможно, вот какому-то такому древнему, незнакомому с азами биологии, взору или рассуждению, могло казаться, что улитка ползет, и как будто бы она как бы тратится на эту слизь, как будто бы это часть ее природы. И она как будто ползет, и она тает. И поэтому век ее недолг улитки. Она однажды вся вот так вот на слизь зайдет, и кончится ее жизнью. И тогда смысл этого стиха такой, что долгие в ревушке не виться, путь неправедника, грешника, он ограничен. И пускай бы, чтобы поскорей путь этих злодеев, неправедных судей, как и путь улитки, он бы окончился. Пускай бы они все зашли на свой яд, на свою слизь, и ничего бы от них не осталось. Тогда почему Михаил Юрьевич Слизнев переводит как выкидыш? Ну, возможно, развиваю эту метафору, что улитка, вынутая из камеры, из своего панциря, раковина, это как будто бы преждевременно родившийся эмбрион. И тогда можно перевести выкидыш. Забудем про улитку, передадим смысл этого стиха. Смысл такой. Пусть как выкидыш они сгинут, как мертворожденный не увидит солнца. Это вот параллелизм, две строчки, которые имеют параллельное такое, одинаковое значение. Значит, сгинут не увидит солнца, мертворожденный – это выкидыш. Да, вот параллель. Никакая не улитка, либо как-то своеобразно понятая улитка, истолкованная улитка. Но лучше без нее обойтись и оставить здесь выкидыш. Вот так рассуждает Михаил Юрьевич Слизнев. Тогда, в конце концов, откуда возникает у нас слово «воск», которое встречается и в «септуагинте» в переводе «семидесяти» на греческий язык и в переводе «славянском». Повторю еще раз, скажу еще раз перевод, имеющийся в славянском варианте нашей Библии. «Яко воск растаев от имуца, паде огнен на них, и не видиша солнца». Вероятнее всего, переводчик этого текста смутил образ выкидыша, какой-то улитки. С улиткой было непонятно, с мертвоврожденным было немножко неприлично, немножко неуместно. Как такое может быть пожелание содержаться в псалме? И переводчик перевел духовным образом. Никаких улиток, никаких эмбрионов, никаких выкидышей, никаких мертвоврожденных, пускай будет воск. Вот воск, воска не жалко, воск это тварь, это не тварь, это тварь, точнее неудушевленная. Вот положи воск на палящее южное солнце, раз, через час его не будет. Тогда эти неправедные судьи, главные антигерои этого псалма, Псалма 57-го сравнивается с воском, а Бог сравнивается с палящим, несущим уничтожение для этих людей, для этих владык, для этих господ, сравнивается с солнцем, да, палящее южное солнце. Вот, дорогие друзья, какая загадочная, непростая история стиха 9-го Псалма 57-го. Это изначально была, вероятно, улитка, потом возникло предположение, что имеется в виду выкидыш, эмбрион, а кое-кто подумал, что все это кажется либо непонятным, либо неуместным, и заменил улитку, эмбрион на слово воск, чтобы придать псалму корректное, такое довольно гуманное звучание и смысл. Дорогие друзья, спасибо за внимание, всего хорошего. Партнер нашего начинания, наших мини-лекций – портал экзогет.ру. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok